Здравствуйте, это программа Вести интервью и сегодня мы будем общаться с певицей Еленой Ваенгой. Елена, вы уже третий день в Кирове, вчера был концерт, вы чем занимаетесь все это время? Я по возможности изучила, если можно сказать, город по своим возможностям. Врать не буду, я вот скажу, что я сделала. Я была на радиостанции, я не смогла погулять в парке, я его только наблюдала сверху из своего окна. Я восхитилась ресторанами, кухней, ну уже все газеты написали, потому что я прямо очень громко восхитилась работой местных поваров. Но, если говорить о моем восхищении людьми, тут мало злых людей. Да, это вот кивает оператор головой, потому что что ни спроси, все не просто говоришь влево, влево. Вот две разные скажи, влево и влево. Неравнодушные. Это люди, вы понимаете, позитивно улыбчивые. И мне кажется, что-то тут, я не знаю, что здесь за место у вас такое. Но сгусток всего произошел, и я влюблена. Вы знаете, выбирая между Чикаго и Увяткой, я поеду Увятку. Очень многие, на самом деле, вас любят здесь, и я думаю, что в стране. И хотелось бы узнать побольше о вас. Я женщина до мозга костей, и я слушаю, что говорит соседка. Я не Коко Шанель. Я вот, например, сравнивая женщину юга и женщину с севера, придумала уже такую, ну, придуманную шутку, но в ней есть доля, поверьте, огромной правды. Когда приходишь на рынок юга, пожалуйста, не умаляй достоинств, потому что во мне течет конкретно южная кровь, а стоп на дону во мне прям бурлит корнями. Южная женщина скажет, Юля, смотри, господи, как я рада тебя видеть, какая ты замечательная, вот я тут сыром чем я торгую, забирай все. Забирай все, приди домой, то есть, ну, это я сейчас так почти плохо, плохонько сыграла, он сыграл. Северная женщина, северная женщина, здравствуйте, Елена, мы очень рады вас видеть, мы вас очень любим. Нам не нужен автограф, спасибо. Нет, хотите, дайте, пожалуйста, выбирайте. А вы знаете, вот я сыром торгую, угощайтесь семье вашей всего. А вы знаете, почему еще северная не возьмет автограф у королевы? Потому что она самая королева. Ну, хочется узнать о вас мне, я думаю, что не только мне, но и телезрителям. Я вам скажу, дорогие телезрители, люди, которым, понимаете, это я по себе знаю, я же тоже на других людей смотрю, насильно мил не будешь, на каждой чихни на здравствующийся, всем мил не будешь, это правильно, это нормально, потому что кому-то нравится такой темперамент, кому-то нет. Кому-то нравится Алёнушка, и это нормально. Кому-то нравится, для меня всегда обидно, когда люди, не зная музыки, говорят обо мне, что я плохой человек. Вот если мои высказывания, моя неграмотная писанина, правильно говорят? Абсолютно правильно говорят. Если человеку не нравится, как я неграмотно написала, правильно говорят, а что тут неправильно? Попытаюсь исправиться, потому что когда тебе, ха, сижу я тут в вятке в кино и жду кино, никого нету, сижу, впереди меня стоит стул, плоснулся стул, и я положила даже не ботинки на стул, а ноги, икры, положила, и ботинки свисали. Ко мне подошел охранник и сказал, девушка, будьте любезны, ноги со стула уберите. Я убрала с удовольствием, порадовавшись за то, какое мне сделалось замечание. Молодец охранник, молодец. Убрала и не пикнула. Надо уметь. И это не только, я же сейчас аллегорично говорю, надо же не только ноги со стула порой уметь, а не вот это вот тоже. Куда хочу, туда кладу. Да. Ну тогда, когда тебе на голову что-то, извините. Ты просто не удивляйся, потому что как ты к людям такая, ну все тоже сложно, я же тоже не идеальна. Меня узнать, я так скажу, меня узнать через камеру невозможно. Через песню? Меня можно узнать, вот да, вот, наверное, потому что там все настолько, я порой думаю, боже, как же люди не видят, я же все там написала, вообще все. И порой даже, я помалкну всегда, мне говорят, это право с песней? Я говорю, конечно, естественно. А вы родились в Североморске, да, в городе? Ваенга, это название реки. Да. Да, все правильно? Начали заниматься музыкой с 9 лет. С 6 лет. С 9 лет я уже написала песню первую. С 9 уже написала песню. Там я была сильна. Она сказала, не хочешь ли ты заниматься музыкой? Я сказала, да, мамочка. И все. Потом, когда я шла с папкой Нот, через весь вьюжный, в прямом смысле слова, это ужас. Конечно. Господи, все сидят дома, играются в какие-то игрушки, и только я, как идиот, вместе с Иркой Буцициной, но ей было хуже, потому что она тащила на себе велончель, она позора больше терпела в поселке. Представляете, девчонка, там, не знаю, 10 лет она с велончелью, ну, все, фу, фу, вот это вот все. Ну, все, кто фу, фу, кричали, все фу, фу, вот они сейчас, они сейчас живут в этом фу, извините. Я вас понимаю, время еще такое было, да? Ну, да, сейчас наоборот, сейчас парень идет с гитарой, говорит, ну, не прикольно, фу, ты к училке идешь. Ну, времена такие были. Ладно, все же к лучшему, все же действительно меняется, вы же видите. Да, вы уехали в Питер, и там пытались пробиться, не получилось. Ничего я не пыталась, нет, это абсолютно неправда, ничего я не пыталась. Я сам говорю, ничего, я не пробивалась, я училась. Я получила театральное образование пятилетнее, музыкальное пятилетнее. И, простите, закончила в 27 лет. 10 лет, прибавьте от 18, тут вот 28 и получилось. Ну, вот так вот, и что, я пробивалась, ничего не пробивалась, вообще не поняла, как я стала известной. А вы помните этот момент, вот, популярность, когда пришла? Нет, не помню. Не помню, потому что она была очень плана. Нет, нет, нет. Не знай меня, например? Нет, когда показали мой концерт по Первому каналу, то половина страны, конечно, сказали, что спасибо за концерт, а половина страны сказали, что я. Я, это погибель России, ну, я переживала об этом очень, потому что я совершенно не хотела губить Россию. Я вообще, в принципе, не собиралась быть популярной. Я, правда, это делала все для себя. Но сейчас вы, тем не менее, звезда. Вам нравится быть звездой? Господи, ну, вот, ну, скажите честно, вот вы выходите, давайте скажите, вот вы выходите на улицу, вас сразу же узнают, ну, это ладно, просто узнают, это же по-разному можно узнавать, можно сделать так. Ко мне подходят в магазине порой и хватают меня за руки и говорят, ой, глядь, смотри, блин. Ну, 20 раз в день, а на следующий день еще раз 20. Ну, как вам через неделю это? Вот просто спрашиваю как человека, вам как, нормально? Нет, конечно, мне это не понравится. Судьбу хорошего в этом, вот именно нет, просто есть люди, поймите, опять все делись на 50, потому что есть 50%, которые просто слушают музыку, увидят на улице и скажут, здравствуйте. Нет, ну, извините. А есть люди, которые, понимаете, которые даже на концерты не ходят, просто увидели вот по телевизору. То есть это же все зависит от, наверное, от человека. Ну, вы же знали, куда вы идете, вы идете в шоу-бизнес. Я туда не шла, кто вам сказал, куда я шла? Я туда попала, это две разные вещи. Видите, разница ушла и попала. Вы пришли на сцену. Я хотела петь на сцене со своим зрителем. Все, меня интересует, если я говорю, сцена и зритель. Меня слава не интересует. То есть, ну, понятно, я понимаю, что это... Важные минусы, получается. Нет, почему? Сцена и зритель, вот он плюс. Любовь народа. У вас есть очень популярная песня. Снова Курю, мама. Ну, же, как, спасибо, что напомнила, а то забывать стала. Ну, ну. Пожалуйста. Пожалуйста. Никогда не было претензий. Вы написали? Вежьте. Нет, сейчас такая идет пропаганда здорового образа жизни, да? Да, да. Никогда не было к вам претензий по поводу вот этих слов? Вы знаете, ко мне не было претензий. Я пока не видела людей, которые не теряются претензий по этому поводу. Я не пропагандирую. Я всегда говорю, что... Понимаете, такое фарисинство получается. Вот говорят песню, а я алкоголь пропагандирую, когда пишу. А я узнала интересный момент, что и Ван Гог, и Матис, и далее курили табак, употребляли абсент, а кое-что, кстати, тоже могли. Я прошу прощения, где я соврала? Великие люди умирали в подвалах с гулящими женщинами, болея страшными болезнями, оставляя после тебя полотнами. Когда в наше время мы ходим толпами смотреть, Сезанн, о, Ван Гог, боже, какие... Мы ходим, и я хожу, и мы все восторгаемся, и мы все понимаем, мы как бы закрываем глаза и прощаем людям, великим людям. Я просто ничего не пропагандировала. Тем более, слушайте, ну что, это абсент, возьмите эту песню, выкиньте в помойку. Я разрешаю, я ее написала. Потому что Эль Ван Гог не из абсента состоит. Я написала песню «Снег», и Шопена я написала. Еще написала «Попринесу». Кстати, это моя любимая песня у вас. Поэтому это развлек... То есть это «Тэнго», «Тэнго на комиссан игра». То есть есть веселые песни, есть... А есть «Лошадь белая» у Бориса Борисовича. Вот. Поэтому, а есть у него еще песня «Ну-ка, мечи, стаканы на стол», «Ну-ка, мечи, стаканы на стол». «Ну-ка, мечи» не знаете песню? «Получаю посуду». «Все говорят, что пить нельзя», «Все говорят, что пить нельзя». «Все запели в этой студии», «А я говорю, что буду». И тут же он пишет «Мама, я не могу больше пить». Так. Поэтому не надо по одной песне судить исполнителя. И вообще, ну, как бы... Я не люблю Вайн Гог, она спела «Курин». Ага. Вы так любите Бориса Гребенщукова, а он-то к вам как относится? А он-то вас любит. Я надеюсь, что неплохо. То есть русский рок вы любите? Ага. У нас, слава богу, срок музыка хотя бы не напутанно. А попсовая музыка у нас... Я всегда говорила, извините, но группа Тату – это не попса. Ну, это у нас называется попса. Я бы сказала, как называется. Ну, там вообще бы это не... Ну, то есть, куда? Какая Натали? Ну, простите, очень хорошая девушка, милая. О, боже, какой... Где вы вообще слушали? Да, в этом смысле я говорю, там вообще такое не появится нигде. Никогда не появится. Там есть кантри. И там есть халлилуйя, халлилуйя. Ну, согласитесь, что фолк-рок как-то в России странно вообще вообще понимается. ДДТ. Это там очень много... Ну, вообще, очень много песен. Это фолк-рок. Послушайте, что делают его быковокалистки. Что-то это как-то... Ну, это все. Все ответы на поверхности. Все, на концерты, на концерты. Чиж. Вот это вот такой вот яркий представитель нашего этого. Рок. Земфира. Океан Альзе. Рок. Недавно общались с одним очень уважаемым человеком в мире музыки. Не буду говорить с кем. И он сказал, что русского рока нет. Он сказал, что русский рок – это авторская песня. Вы как вот к такому... Вы знаете что? Я хочу вам сказать. Вот хорошо, что вы сейчас мне после этого скажете. Ладно, кто это сказал? Обязательно. Потому что я не была сейчас лицемерна. Вы знаете, что я... Мне очень жаль, что он... Я не слышала его лично фразу. Потому что, по-моему, я понимаю, о чем он говорил. И он прав. У нас свой рок. Король и шут. Простите, это рок. Чиж – это больше уже... Это как... Что такое кашин? Это не авторская песня. Но при этом... Ну, это... Ну, видите, я так... Я фанат какашина, поэтому я могу быть с ней адекватна в суждениях. Но Борис Борисович Женщиков. Мама, я не могу больше петь. Я думаю, что он имел в виду, что в чистом виде, который рок, как зародился за границей, у нас его нет. Потому что мы ассимилировали его, простите за выражение, мы его реформировали, мы перемешались с нашим этносом, да? Потому что он у нас тоже есть, естественно, потому что этническая музыка наша. И появился выражение «русский рок». Потому что Цой – это не авторская песня, это русский рок. А тебе скажите, кто это сказал? Максим Дунаевский. Я по поводу Максима Дунаевского плохих слов не скажу, я не могу понять, простите, но это же человек, не имеющий отношения к этой музыке. Он, наверное, это имел в виду, что я имела в виду, да? Вот, скорее всего. Потому что, не, если об этом скажет, например, еще такой человек, как Спиваков. То есть у всех своих, я сейчас говорю, это же сугубо, ну, там разбираются люди. Это умный человек, он глупостей сказать не мог. Вы когда-нибудь анализировали свой успех? Вот в чем, в чем? Нет, я анализирую только свое поведение. Успех меня мало волнует. Успех. Если бы не музыкой, то чем бы вы занимались? Сельским хозяйством. Это правда. Это вот свидетели даже, это правда, да. Я очень люблю землю, и, может быть, вы знаете, там, дояркой бы не стало, потому что это сложный труд. Вот, и я, земля, земля, вот, не животноводством. Хотя я больше склонна к этому, потому что здесь бы я, ну, там тяжело, там, пойди корову свою убей. Вот, и съешь ее потом. Земля. И я знаю, о чем я говорю. То есть я знаю, что посадить поле картошки, его, окучить, немножко знаю, а вот что такое выкопать, тоже знаю. Был такой опыт, да? Конечно, естественно. Ну, что, у меня дедушки, бабушки, я же уже с луны свалилась, что ли? Спасибо вам за интервью. Девочки, мальчики, мужчины, спасибо вам тоже за все. Простите, если что, но мне надо все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова